Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Как я в тот раз и обещал, хочу показать вам, как готовится одно из украинских блюд. Называется оно постный борщ. Готовится он точно так же, как и обычный украинский борщ, только без мяса. Вместо мяса его заправляют вот этим вот блюдом. С жареной в томате килькой. Получается дешево и сергита. И что самое главное, очень вкусно. Вначале нужно промыть и замочить фасоль, чтобы она набухла. Для этого нужно потратить минимум часа четыре времени. Поэтому я ее делаю это заранее. Фасоль засыпаю, промываю и ставлю на ночь, для того, чтобы она размякла и набухла. Немного, чуть-чуть, донышка закрыть. Этого достаточно. Для семьи из пяти, шести человек. Как у нас, группа Волочука СД, шесть человек. С учетом нашего главного видеорежиссера и оператора. Моей незабвенной супруги Елены. Сначала промыть. А в условиях коронавируса, вы знаете, мыть надо все. И хорошо, и тщательно. Особенно руки. Через каждые пять минут. А теперь я ее залью чистой водой, которая идет через фильтры у нас. И поставлю на ночь отмокать. Ставлю фасоль до завтрашнего утра. И с вами прощаюсь до завтра. Доброе утро, уважаемый любитель рок-музыки. Продолжаю приготовление постного борща с килечкой. С вот этой вот знаменитой, сжареной в томате. Вот здесь все ингредиенты. Простейшие, самые дешевые. Капуста, сельдерей, лук, свекла, морковка, немного зелени. Ну и килька, конечно. Ну и немножко подсолнечного масла. Фасоль со вчерашнего дня отмокла. Более того, я ее отварил. Так ее еще после этого надо варить до готовности. Но это уже по вкусу. Надо смотреть, пробовать. Она уже отварилась. Поэтому сейчас я сюда добавлю воды. И начнем уже готовить борщ. Так, порядок. На слабый огонь поставили. Пусть закипает. А теперь я перехожу к приготовлению и подготовке овощей. Вначале для пассировки готовим свеклу. Трем я натерю на крупы. Немного масла сюда подсолнечного. И туда всыпаем нашу свеклу. Теперь это все на огонек. Тоже огонек. Надо не сильный, слабенький сделать. Вот так. Пускай она здесь потихоньку нагревается. Вот так. А тем временем я немного посолю в воду для борща. Вот так. Ложечку. Теперь следующие овощи готовим для пассировки. Морковочка. То же самое на крупной терке. Туда же, в сковородку. Лук. Лук. Лук режем. Его не теоретно. Его надо порезать. Не крупно, но и не мелко. Любимый узбекский ножик. Режет все как масло. Идет в гости к друзьям. К морковке. Со свеклой. Вот он. Туда. Дружок. Морковки и свеклой. Если вы обратили внимание, то у нас нет картошки. А это традиционное блюдо для борща. А почему? А потому что мы все на диете. Мы же рокеры. Мы должны быть худые. Поэтому мы используем вместо картошки сельдерей. Вот. Сейчас я его нарежу. Вот это вместо картошки. И полезно, и питательно, и по вкусу вы не отличите. Когда сварится. Великолепный продукт. Сюда его. К супчику. К борщику. Последним овощем, который мы будем забрасывать в кастрюлю, это капуста. Капуста у нас молоденькая, свежая. Поэтому ее бросать надо перед самым концом, когда уже почти готов борщ. Чтобы она не разварилась. Чтобы она хоть чуть-чуть подхрустывала. Пассеровка готова. Заливаем ее кастрюлю. Видите, какая красота. Теперь, долго не затягивая, сразу же засыпаем туда капусту. Она молоденькая, долго вариться не будет. Но у нас мы уже подходим к концу. Поэтому можно засыпать. И главный ингредиент постного борща. Кирка в томатном соусе. Заправляем ее в последнюю очередь. Напомню, в Советском Союзе это была одна из самых любимых закусок у рокеров у всех. Дешевая, но вкусная и питательная. Соберешься на троих баночку кирички. Порядок. Порядок. Только помешать надо чуть-чуть. Чуть-чуть. Видите, какая красота. А запах. Жаль, чтобы камера запах не передает. Великолепный. Ну, а перчик-то никогда не помешает. Понимаете, да? Это черный. И немножко красного. И заключительным аккордом в приготовлении постного борща. Это уже когда он будет готов. Это, конечно же, зелень. Который, который каждый по вкусу насыпет сам в свою тарелку. А я ее просто порежу. Подошло время обеда. Постный борщик сначала остудили. Потом поставили в холодильник. Чтобы он подзамерз даже слегка. Чтобы холодный был. Потому что настоящие гурманы едят его холодно. Из холодильника. На похмелье закуски лучше нету, мужики. Я, к сожалению, пить бросил. Или, к счастью, не знаю. Поэтому буду пить без водки. А буду пить с киселек. Мы вот варим такой киселек из клюквы. Обалденный напиток. Лучше вся клавина и водки. Поэтому сейчас вот буду дегустировать. Ой, запашок. Просто великолепный. Холодненький. Класс. Класс. И бородинского хлебушка. Чуть-чуть. Ну что, получилось великолепно. Ставлю самому себе 5 баллов. Ну вы же знаете, сам себя не похвалюсь. Я уже говорил об этом. А кто-то не похвалит. Вот я только. Поэтому желаю всем рокерам попробовать это дело. Особенно перед концертом или после. Помогайте в том, в другом случае. Всем привет. Рок-н-ролл всегда с нами. И постный борщ. Не страшен нам коронавирус, когда есть килька на столе. Мы постный борщ тогда смастырим и будем счастливы вполне. С благоговением вспоминаю те золотые времена, когда на полках магазинов килька в томате лишь была. А есть хотелось ежедневно. А есть хотелось ежедневно. И не одну капусту есть. Борща хотелось человеку, но мяса нет, лишь килька есть. Тогда придумали партийцы на партсобрании сидя готовить борщ с той самой килькой. Ведь без закуски никуда. И к ворумам единогласно постановили так и быть. Раз мяса нет и нет колбас, то из кильки будем борщ варить. Капуста есть, картоха тоже, морковка, лук, фасоль, свекла. На кильку 33 копейки трудящийся найдет всегда. И варится он очень быстро. Можно сварить за полчаса. Но важно знать даже марксисту. Горячим его есть нельзя. Можно, конечно, и горячим, но так поступит дилетант. Гурман же только настоящий, ест лишь холодный вариант. И называют борщ тот постным. Готовится он без труда, но как закуска очень грозный. С похмелья лучший, господа. Вот так и появилось блюдо. Вначале у простых людей. Ну а сейчас гурманы любят побаловаться в жаркий день. ГОЛСziel ГОЛОС registration ГОЛОС